Всем привет, друзья! Наверное, не нужно лишний раз вам напоминать, что в этом году фильмов раз-два я обчёлся, а действительно годных так вообще можно посчитать на пальцах одной руки. И я даже не знаю, можно ли фильм Гренландии отнести как раз к годным, ведь с одной стороны мы наблюдаем сюжет, чересчур похожий на 2012, но с другой стороны, на фоне остальных, данный фильм выглядит более-менее сносно. Но если не ориентироваться только на этот год и сравнивать его с другими фильмами-катастрофами, то он вышел таким себе. По-хорошему, картина, которая пытается показать на экране неизбежный апокалипсис, должна, если не радовать зрителей интересным сюжетом, то хотя бы должна показывать масштаб катастрофы, с крутой графикой, разумеется, чтобы хотя бы этот фактор отвлекал зрителя от посредственного сценария. Но, к сожалению, данный фильм не может похвастываться ни тем, ни другим. Я не говорю, что фильм несмотребельное дерьмо, нет. Я имею в виду, что авторы могли чуть больше напрячь свой мозг и придумать что-то оригинальное. Да, вы скажете, что всё дело в бюджете, что он составляет всего-навсего 35 миллионов долларов, большую часть из которых, наверное, забрал себе Джерард Батлер. И да, это действительно так. Но, во-первых, это не влияет на сценарий, по крайней мере, не должен влиять. А, во-вторых, какого хрена в таком случае вообще создатели взяли снимать экшен-фильм с такой скромной суммой? Даже у тех же джентльменов Гая Ричи бюджет не сильно меньше, всего 22 миллиона. Да, там также большая часть ушла на гонорары. Ну, тогда вот вам ещё один пример. Тайлер Рейк. Бюджет 65 миллионов. Также есть голливудская звезда. Также есть чуть менее знаменитый актёр на втором плане. Также фильм снимал стриминговый сервис. Но, почему-то, бюджет вдвое больше. В общем, присаживайтесь поудобнее, тащите из кухни чего пожевать, жмите на кнопку подписки, оставляйте по нескольку комментариев, и мы приступаем. С первых кадров нас знакомят с главным героем Джона. Эй, босс! Ты чего ещё здесь, старина? Хотел же сорваться поранее. Почему цемент ещё не заливают? На работе у Джона всё более-менее хорошо, а вот в семье у него разлады. Причём начались они уже довольно-таки давно. Когда-то он со своей супругой Элисон неслабо так подцапался и тут же пошёл спать с другой женщиной. Ну и не нужно быть Вангой, чтобы предсказать их последующий развод. Но, как я и говорил выше, это произошло давно, и Элисон постепенно начинает остывать и даже подумывает простить бывшего супруга. Но это ещё в перспективе, а пока он приезжает к ней домой, чтобы провести время с сыном. Нельзя же так пугать. Прости, а вечеринка завтра в силе? Нейтан полрайона пригласил. Ну, а как он? Нормально. Проследи, чтобы помыл руки перед едой, ладно? Спасибо. Сынишка, оказывается, большой любитель порисовать. И у него диабет. Какая неожиданность! Неожиданность, если мы не можем придумать нормальный сценарий, сделаем из ребёнка эдакого антигероя, из-за которого всё пойдёт по п***де у главных героев. Вот кто тебя за язык тянул? Учёные продолжают изучать Кларк. Межзвездную комету, открытую пару недель назад. Авторы решили сделать из этой кометы причину всех бед. И, короче, за эти две недели комета, которая в несколько раз больше той, что стёрла с лица земли динозавров, должна влететь в землю. А правительство США за это же время успело отгрохать несколько бункеров в Гренландии. А если эти бункеры и так были построены гораздо раньше, то всё равно правительству это очков в карму не добавляет. Ведь вместо того, чтобы перевести туда людей, которые смогут помочь возродить человечество примерно за неделю до катастрофы, они решают оповестить всех, кого заберут в бункер, меньше чем за сутки до падения кометы. Этого просто не может быть! Ещё как может, ведь теперь весь мир охватит хаос, где слово «человечность» — это пустой звук. Ведь эти гениальные люди, сидящие в кожаных креслах на высокой должности, своими мозгами воспользоваться не в состоянии. Но нашим героям это проблем не доставит. Ведь для Джона, Эллисон и Нейтана освободили местечко в бункере. Но до туда ещё нужно добраться, а Путин преграждают соседей, которые не знают, что им делать, и просят хотя бы забрать первую любовь Нейтана с собой. «Возьмите Келли! Прошу! Пожалуйста!» «Давай возьмём!» «Нет, Элли, мы не можем!» «Прости, Дэпп!» «Мы не можем взять её!» «Почему?» «Что? Возьмём её на базу, и потом бросим там одну, когда её не пустят!» Принципи логично. Отправили, значит, герои в путь. Но уже спустя какое-то время, неожиданно для всех, они попадают в пробку. «Везде одна и та же херня!» Но в отличие от Диего из предыдущего обзора, Джон водила от бога, и благодаря своему охренительному везению быстренько находит другой путь. «Ой, дурак!» В общем, семейка благополучно добралась до аэропорта, но из-за огромного числа желающих спасти свою задницу, им приходится топать до ворот на своих двоих. «Но ты же боишься летать!» «Да, сынок, боюсь. Но иногда нужно потерпеть. Будь крутым, да?» И после этой мотивационной речи герои направляются к воротам, где их, конечно же, пропускают. Но уже в ангаре выясняется, что спиногрыз забыл в машине инсулин, а без него он скоро отправится на небеса. Поэтому батька решает быстренько смотаться к машине, а остальным членам семьи приказывает ждать здесь. «Мне нужно забрать кое-что из машины. У меня есть браслет. Я смогу вернуться?» «Да, идите. Спасибо». А в это же время мамаша оказывается не в состоянии держать свою варюшку на замке и говорит вояке, что, дескать, батя ушел за лекарством. А после выясняется, что в самолет людей с хроническими заболеваниями не берут. «Топые, топые ублюдки». В принципе, в этом логика есть. Вопрос в другом. Какого лешего они вообще освободили место для Нейтана и Элисон? Забегая вперед, скажу, что людей отбирают по специальности. То бишь, Джона взяли, потому что он строит здание. Но как бы Элисон они не должны были брать, поскольку официально они должны быть в разводе. А если Нейтан живет с мамой, то, следовательно, и он там быть не должен. То есть, они живут отдельно. Это раз. Ну а два. Если Джона взяли по специальности, то значит, они изучали его биографию. А значит, и биографию Элисон вместе с Нейтаном. И вопрос. Разве в медицинской карте мальчика они не заметили, что у него диабет? Сценарий исключительно тупой. Теперь, пока Джон там ищет инсулин, Элисон и Нейтан решают прогнать. Но мамаша пытается надавить на жалость военной. Это всего лишь диабет. Не я пишу правила извинения. Так проигнорируйте их. Что, если бы это была ваша семья? Моей семьи нет в списке. Как и 99% военных. В это же время батя успешно нашел лекарства и быстрее несется обратно в аэропорт. А остальные члены его семьи были успешно изгнаны оттуда же и наоборот идут к машине. Все самолеты точно летят в одно место? Да, идите. И Джон спокойненько заходит в грузовой самолет, где вояки приказывают всем пассажирам просто присесть и ухватиться за что-нибудь крепкое. Зачем? Или это прикол? Затем, что оказывается, не нужны ремни безопасности. Их ведь придумали для слабаков, которые боятся летать. А нам как-то плевать, долетят до Гренландии пассажиры целыми и невредимыми или нет. Эй, как вы прошли? Это моего сына. У него диабет. Моего племянника из-за этого не пустили. Ну, естественно, Джон быстренько решает выйти из самолета. А в это же время оказывается толпа разъяренных людей прорвали периметр и бегут в сторону самолета. А главгер советует всем пассажирам также выйти из-за утечки топлива. После чего начинается такая мини-война, теперь в аэропорту. С убийствами, с взрывами. Ведь оказывается, военные здесь также играют декоративную роль. Раз уж обычные люди сумели прорваться в аэропорт, игнорируя все возможные баррикады. Тем временем Эллисон с Нейтаном добрались до машины, которую, оказывается, уже обнесли. И инсулина там тоже не оказывается. Но она надеется, что лекарство забрал Джон. И они пешком решают дойти до ближайшего магазина. Поскольку с отцом они встретятся еще не скоро. А в городе, оказывается, уже все сошли с ума. Но это, конечно же, не мешает героям взять инсулин и встретить добрых людей. Нет, 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 нет. Нет, нам нужно только поближе к Лексингтону. Ладно, только дальше Ноксвелли не повезу. Спасибо. Добрые люди пообщались, покормили пацана, забрали браслеты, ну и захватили за компанию еще и ребенка. А Эллисона оставили прямо на дороге. Бог ты мой, люди пипец больные на голову. Именно что больные, ведь они решили, что вояки не заметят ворованные браслеты и пропустят их. Хотя, быть может, они как-то догадались, что люди, которые организовывали перевозку, дебилы. Но в таком случае семейка очень даже смышленая. Но если организаторы туповатые, это не значит, что военные на КПП такие же. Поэтому эта злобная семейка пройти не сможет. Более того, их теперь посадят за решетку, а добрый армеец отведет Нейтана к таким же добрым людям. Параллельно с этим Джон добрался до какого-то дома, на крыше которого проводится вечеринка в честь конца света. И там, оказывается, ловит сеть. Правда, очень плохо, и поэтому нормально поболтать с Эллисон он не смог. Зато, спустившись вниз, он замечает фургон, в котором перевозят людей. Ты сам кто? Я строю дома. Такие там нужны. Я Джон. Колин. А что ты? Потерял жену и сына на военной базе. Пытаюсь сейчас их найти. Послушай, за рулем мой друг Мэнни. Он знает летчиков. В Канаде мы все туда едем. Они доставляют людей до убежища. Это, сука, шутка такая? Нет, это правда. И теперь у Джона появляется шанс спасти себя и свою семью. Но путь ему преграждает плохой парень, который во всех фильмах и сериалах постоянно играет такого мини-злодея. Ты эмигрант. И что с того? А то, что ты не заслужил браслет. Он тебе не поможет. На нем мое имя. А я и права твои заберу. Мечтать не врену. Но Джон, конечно же, без боя не отдаст ни права, ни уж тем более браслет. И тут, естественно, начинается драка, по итогам которого в башке Потлатова оказывается молоток, а Колина просто затоптали неподалеку от фургона. Забавно то, что этот актер, не играя 10-15 сезонов одну и ту же роль в каком-нибудь сериале, все равно стал заложником одного образа. И в какой бы фильм его ни пихали, всем сразу понятно, что ему уготовлена роль злодея второго, а то и третьего плана. В это же время Эллисон подобрали добрые люди, которые также направляются в аэропорт. Я пытаюсь найти сына. Ему 7, у него диабет. Его у меня похитили. Мне сказали, что он может быть у вас. Я помогу вам найти сына. А еще эти добровольцы, которые помогают не только детям, но и всем семьям, поделились инсулином, за что Эллисон им очень благодарна. Но и до кучи они решают подогнать этой семейке автобус, который довезет их до отца Элли. Удобно. А пока уже, видимо, наступает утро, и Джон дотопал до какого-то района и проникает в квартиру, чтобы попить водички, позырить новость и забрать тачку. И оказывается, Джон был как раз неподалеку от дома Дэйла, он же отец Эллисон. Ты один. А где Эллисон? Я надеялся, она уже здесь. Мы потерялись в аэропорту. Она оставила записку, чтобы я ехал сюда. А Эллисон и Нейтан тем временем успешно добрались до нужного места и принимаются звонить Дэйлу. После чего за ними, конечно же, приезжают. И семья благополучно восстановилась. И, казалось бы, все хорошо, но время все поджимает, нужно думать о том, как вообще они собираются спасаться. Есть другой способ туда попасть. Куда? В Гренландии. Какие-то летчики в Канаде возят туда людей. Но если едем, то едем сейчас. Началось. Каждый раз одна и та же херня. И, конечно же, вооружившись, они направляются на границу с Канадой. Как мы уже привыкли, спокойно герои могут добраться только от остановки до дома Дэйла. А все остальные пути им постоянно преграждают какие-то неожиданные вещи. И теперь вот метеоритный дождь пожаловал. Но Джон думает, что если продолжать ехать по дороге, где носится толпа испуганных людей, заруливая в какой-то лес, они все-таки наткнутся на убежище. Хотя если эти метеориты даже не в состоянии пробить не то, что крышу автомобиля, а даже разбить лобовое стекло, то можно как бы залезть под нее и чутка вздремнуть. Но так или иначе они доезжают до какого-то моста. Давайте прячьтесь, прямо под молдой. Хорошо, давай, давай. И так как Джон совсем недавно убил человека, он решает в качестве искупления спасти другого человека из горящей машины. Но высшим силам этого мало, и они решают, как следует обжечь руку главгера. И только после дают ему зеленый свет. Добрый вечер. Примерно в 8.47 по восточному времени произойдет падение крупнейшего обломка кометы Кларк. Но нашим героям это не грозит, ведь они уже приехали к аэропорту. Но последний самолет уже готовится взлетать, однако Джон решает перегородить ему дорогу. Эй, ты что нахрен творишь, мужик? Мы хотим добраться до Герландии. У меня мест не осталось. Все в самолете могут погибнуть, если я вас возьму. Хорошо, я возьму ребенка. Ложит жену. Нет, мы летим все. Садитесь, без вещей. Вот это... Эть, елочка на праздник к нам пришла. Хе, ну а че? Только что пилот говорил, что, дескать, будет перевес, но стоило его припугнуть тем, что Джон не уберет машину с полосы, как он тут же передумывает. Меняйся или сдохни. Ожог нужно перевязать. Видок не очень. Снова наплевав на ремни безопасности, герои благополучно добрались до Гренландии. Правда, на этот остров также решил приземлиться метеорит. Из-за взрывной волны кукурузник решил чутка напугать пассажиров и заодно избавиться от пилотов. А на остальных нет ни единой царапины. Я просто напомню, что они не были пристегнуты. Не всем так везет. Короче, спокойненько все пассажиры добрались до горы, где их уже подобрали вояйки, которые благополучно довезли их до бункера в самый последний момент. Ничего не проносится. Что не проносится? Вся жизнь перед смертью. Охрененная наеб... Послушай, сынок. Неважно, что случится, потому что мы вместе. Да он оратор. Скажи. Девять. Девять. Спустя девять месяцев проживания под землей, выжившие наконец-таки выбираются в павильон. Гренлати, это станция Фейнбэкс. Как там погодка? Высовость отличная. Это Сан-Пауло. Прием. Прием, прием. Прием, прием. Дрестник. Это не малыш. Так, прежде чем приступить к итогам, нужно добавить немножко новогодней атмосферы. Угу. Так. О чем это? Ах, да. Давайте будем настолько откровенными, насколько это возможно. Картина вышла откровенно слабой относительно своих собратьев по фильмам-катастрофам. Не знаю, как читаете вы, но мне очень не хватило экшена. Комета Кларка, о которой твердили все два часа фильма, упала где-то за кадром. Что, разумеется, плюсов фильма не прибавляет. К актерской игре придираться смысла нет. Ведь играют здесь уже зарекомендовавшие себя, как хорошие актеры люди. А вот сценарий... Можно было бы придумать что-то более интересное. Возможно, это у меня были слишком завышенные ожидания, ведь я действительно ждал этот фильм и хотел попасть на него в день премьеры. Но, увы, когда его крутили у нас в кинотеатрах, мне пойти не удалось. Но вы знаете, я ничуть об этом не жалею и даже немножко рад, что все так обернулось. Я бы ни за что не стал его пересматривать, как, допустим, тот же Разлом Сан-Андреас или 2012, где все было очень достойно, даже несмотря на то, что фильмы вышли довольно-таки давно. Но, думаю, пора бы уже заканчивать с итогами фильма, потому что просто больше о нем сказать нечего, все было сказано в обзоре. Но знаете, чего не было сказано? Так это то, что это был мой последний обзор. Конечно же, последний обзор в этом году. Оглядываться назад и смотреть, через какой путь мы прошли еще рано. Ведь с тех пор, как я выложил свой первый обзор, не прошло и года. Поэтому я подготовлю какой-нибудь оригинальный текст к концу февраля. А пока спешу вас поздравить с наступающим Новым Годом. Хочу пожелать вам успехов, естественно, здоровья. В наше время это очень важно. Ну и, конечно же, побольше денег. Услышимся мы с вами уже во вторую субботу следующего года. Потому что, ну, кому нужны мои обзоры 2 января? Правильно, никому. Ладно, всем пока и еще раз с наступающим.